В прямом эфире седьмого канала новости в студии Юлия Славинская. Здравствуйте. На Балковской перевернулся КАМАЗ. По словам очевидцев, грузовик подрезали и водитель, уходя с столкновения, вылетел на бордюр. Машина легла на бок, перекрыв движение трамваев. Также с прицепа слетел контейнер. Водитель в ДТП не пострадал. Виновник происшествия с места скрылся. Подрезали человеку и что произошло. Легковые гоняют, вот и получилось. Внимание о туман. Областная ГАИ призывает участников дорожного движения быть максимально внимательными на дороге. Риск попасть в ДТП при тумане возрастает. Водителям рекомендуют особенно следить за дистанцией. Меньше идти на обгон, не превышать скорость и не прибегать к резкому торможению. Я хочу напомнить всем, что в условиях недостаточной видимости необходимо двигаться с включенным ближним светом фар, дабы обозначить себя на дороге. Конечно же, соблюдать скоростной режим. Хочу обратиться к пешеходам, что в условиях недостаточной видимости, прежде чем переходить дорогу, особенно это касается нерегулируемых пешеходных переходов, необходимо убедиться в том, что транспортные средства все остановились, только после этого начинать переход проезжей части. В Одессе мужчина взорвал в баре гранату. Погибших нет, однако 3 человека получили ранения. Подрывнега был в камуфляже и назвался участником АТОМ. В милиции проверяют, имеет ли он отношение к армии или к добровольческим батальонам. Константин Гак далее. Взрыв прогремел около 10 вечера в этом баре на улице Щерца. Подрывник пришел в заведение уже пьяным. Он был в камуфляже с шевронами батальона Нацгвардии имени Кульчицкого. При себе имел нож, пистолет Вальтер и гранату. В результате общения с посетителями начал демонстрировать свою силу и мощь, утверждая, что он является чуть ли не руководителем одного из каких-то спецподразделений, принимал участие в антитеррористической операции. Чтобы показать военную выучку, мужчина бросил боевую гранату под соседний столик. В результате он и еще один клиент бара получили легкие ранения. Еще одного оглушило взрывом. Поссорился с кем-то и бросил гранату. Но взрыв был очень сильный. Я здесь стоял, как раз девушка заезжала. Даже с этого дома тут же, что в цели живут, семьи побегали. Взрыв очень сильный был. Подрывника задержали на месте. Сейчас он под стражей. Уголовное производство начали по статье «Хулиганство». Подозреваемый рискует получить свой четвертый тюремный срок. Было установлено, что данный гражданин, одессит, 26 лет ему, имел за спиной уже ранее не одну судимость. По трем статьям он привлекался. В МВД, уверяют, задержанный лишь притворялся участникам АТО. При этом батальон, членом которого назывался «Хулиган», как раз находится на ротации. 6 октября его бойцы подкинули зону АТО на 45 дней. Константин Гак, Константин Лужневский, 7 канал. В Одесской области увеличилось число лжеволонтеров. Об этом заявила общественная организация Одесса «Милосердная» Ирина Потуцкая. Она отметила, что средства стоит перечислять только проверенным общественным активистам. Этим вы сможете уберечь себя от обмана и будете уверены, что ваши деньги попадут точно по адресу. Если у вас нет четкого понимания и нет рекомендаций тех людей, которым вы бы доверяли, в отношении людей, которым вы сдаёте деньги, не сбрасывайте деньги просто на счета. То есть большой вероятности случаев, ещё раз говорю, я не говорю обо всех, потому что наверняка есть люди, которые очень эпидентично пользуются этими средствами. Опирайтесь всё-таки на каких-то доверенных людей, информацию о которых вы сможете проверить. На морвокзале сегодня, как на съёмочной площадке, фильма ужасов. Люди в противочумных костюмах и масках и с дезинфицирующей жидкостью. Сегодня здесь изолируют больного Эболы. Не по-настоящему, а в рамках учения Министерства здравоохранения Украины. Среди людей в масках была наша съёмочная группа. Эбола у нас встретилась впервые. Она типовая, по карантинным инфекциям, но особенная. Люди в спецкостюмах. Скорая, военные с автоматами и около сотни зрителей. Не беспокойтесь, это всего лишь учение. У нас возник вопрос о программировании. По легенде, больной с признаками Эболы прибыл из Западной Африки. Он находится на судне «Вестерн Копенгаген», роль которого играет одесский катамаран Хаджибей. Посмотреть на то, как правильно обращаться с Эболой, приехали со всей Украины. О главной задаче учений рассказывают представители Минздравоохранения. Из спецавтомобилей осторожно выгружаются члены эпидемической дезбригады. Они приехали обработать территорию до врачей-скорой. Органы дыхания и глаза защищены панорамной маской с биофильтрами четвертого уровня биозащиты. Медики подъезжают позже. Они одеты в противочумные костюмы первого типа. Именно в таких работали в чумных очагах в 70-е годы. На лице внушительных размеров ватномарливая маска. Однако, насколько защитить такой костюм, медики сказать не могут. Обычно недостаточно, так как этот вирус достаточно контагиозный. И он передается. Благодаря ватномарливой повязке он задерживается и не проникает. Надо минимизировать контакт с больным. Принято единое обличие. Повинно быть защищено двумя. Есть специальные маски, хирургические. У нас ничего нет на сегодняшний день. Такого спецодягу один комплект сегодня в Евросоюзе. Коштует от 5 до 7 тысяч гривен. Нам для того, чтобы, допустим, на Сумскую область, чтобы мы забеспечили всех медичных працівників, нам потрібно десь 15 тысяч комплектів. Дезбригада обрабатывает опасную территорию. Медики скорой занимаются больным. Нынешние учения оценивают, как успешны. Говорят, никого эболой не заразили. По идее. Форма обеспечена хорошо. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас были настоящие, хорошие костюмы, которые сейчас разрабатываются уже при заболевании эбола. Но те костюмы, которые у нас есть, они тоже... Бригада была защищена. В Одессе учения как раз кстати. Порты Украины посещают сотни судов из особо опасных стран. 15 тысяч судов заходят ежедневно в порты Украины. Поэтому потенциально каждая десятая из них заходит из стран эпиднеболополучных. По желтой лихорадке, по чуме, по холере и вот сейчас по эболу. Пять стран, которых объявлено эболу, это как раз те пять стран, которые заходят в наши корабли. Смор вокзала больного увозят в инфекционное отделение, где разместят в боксированной палате. Лечением займутся врачи со специальными навыками. Анастасия Симонова, Сергей Чумаков, Седьмой канал. Морскую воду в Куяльницкий лиман запустят уже в конце этого года. Об этом на сессии областного совета сообщил директор департамента экологии и природных ресурсов Одесской облгосадминистрации Александр Ставничук. Мы уже завершили разработку проектно-кошторисной документации и перейшли до строительства. И поэтому я прошу поддерживать нас, что мы хотим добавить Департамент капитального строительства. Так как у нас, нет достаточно фаховцев для выполнения этих работ. Как вы знаете, строительство уже началось. В ближайшее время будут начать строительные работы на морской части. И мы планируем в грудь этого года завершить и подать воду до лимана. На сессии депутата облсовета решили обратиться к обмину Министерства обороны, чтобы передать из государственной собственности в областное подчинение недвижимость на территории военного городка на проспекте Гагарина, 1921. Напомним, что около 70 семей живут в запущенных военных казармах, платят за коммунальные услуги по завышенным тарифам. Но главное, на данный момент не имеют никаких перспектив на изменения жилищных условий, поскольку это жилье им даже не принадлежит. Дело в том, что представим себе, что найден инвестор, который хочет там, на этой территории построить и готов выделить жилье для этих 70 с лишним семей, которые там живут. Он не сможет это сделать. Почему? Потому что эти люди в очереди Минобороны находятся не подряд и не в начале списка, а начиная от 2-го до какого-нибудь 2002-го. То есть инвестор никогда не сможет с Министерством обороны решить этот вопрос. А значит, никогда этих людей не смогут отселить. А значит, никакого инвестиционного проекта там тоже быть не может. И вот такая зависшая ситуация там продолжается уже много лет. В честь 200-летия со дня рождения изобретателя саксофона Адольфа Сакс в Одессе состоится Международная сакс-академия. В рамках этого фестиваля заслуженные профессоры Европы Флорен Монфорд и Павел Гуснер проведут мастер-классы по игре на саксофоне для студентов. Два дня подряд, 31 октября и 1 ноября, с 9 утра до 6 вечера, эти замечательные музыканты дадут мастер-классы студентам из разных городов Украины и Китая. А 2 ноября в 12 часов на сцене Одесской филармонии они сыграют с оркестром, с муниципальным театром духовой музыки, а также лучшие студенты Международной сакс-академии выступят в сопровождении оркестры. Руководить оркестром будет заслуженный работник культуры Украины Михаил Дзевика, гость из Франции Жан-Мариль Леруа. Кроме этого, 2 ноября в филармонии состоится мировая премьера произведений ведущего саксофониста из Бельгии Алана Крепина. На этом пока все. Итоги дня подведем совсем скоро. Будет интересно, оставайтесь с нами.